Привет! Привет! Здравствуйте! Привет! Спасибо! Иногда пугает, не дает подходить. Больше всего слушается отца. А это я, молодой человек. Тогда еще тайским боксером занимался. Слава Богу, что у меня есть Акосинь. Я благодарю Богу. Все плохие вещи, что проходили в этом городе, это только здесь, на этом районе. Для меня это очень главное. Пояс выиграть. Конечно, потому что это была мечта и есть до сих пор. Привет! Здорово! Здорово! Спасибо. Вот уже потихонечку. Приглашаю вас. Заходим на чай. Приветствую, я в гостинице. Хочешь приятно? А ты в гостинице не будешь заселяться? Ты из дома будешь? Не, буду в гостинице. Я сейчас без погоняю, совсем. А, гонять будешь не в гостинице? У себя в зале? Да, я всегда в зале погоняю. Потом уже пойду, что в 10 лет спать. Ну, в этом и самый кайф, кстати, драться дома. Я тоже люблю больше дома, потому что можем по-своему, в комфортной этой сфере, в своем зале погонять все там. Пацаны возле тебя, все помогают. Он такой удобный, знаешь, свалял там, суеты нету никакой. Вон, портреты. Я не пойму, это ты молодой или? Серьезно, я бы тебя даже не узнал. Да, это я был молодой, да. Тогда еще тайским боксингом я занимался. А ты знаешь, ты уже здесь начал? Да, в Сочи я начал, 11 лет занимался. По юниорам был сборной России. Я даже не знал, что выходить в тайском боксе. Не, ну тоже там по динамиту в каждом кулаке, это понятно. Но что-то я не думал, что тайский боксинг думал больше к боксу. А это мы дома у тебя. Да, это вообще бабушкин дом. Мы здесь живем уже очень много лет. У нас такой как общий дом. Родовое, родовое. Успоколение, да, и такое. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Он поступила чем-нибудь викинаторах, чтобы Григор в бои? Или как-то его идея была? Ну сначала, он начал тайским боксинг заниматься, потому что он тогда еще молодой и не так хотел заниматься. И потихоньку, потихоньку, я уже начал, но вижу, что у него есть то, что. После этого он пошел в бои без права. Я благодарю Богу, что у меня есть такой сын. Я радуюсь, конечно. Дай Бог, он здоровья просто. Больше я ничего не хочу не пожелать. А скажите, обычно, когда приходит осознание того, что хочу прийти в бою, мы приходим обычно к кому? К отцу. Естественно, чтобы выдал благословение, разрешил. Вы как к этому отнеслись? Григорь пришел к вам? Ну, конечно. Вот он как начал заниматься. Я имею в виду время морковь. Я с первого дня в лесне до сих пор я с ней. Так что он без меня никуда не поедет. Знаю, для моего отца эмоционально, когда я дерусь снова, это эмоционально для вас что это? Ну, раньше, честно говоря, я сильно нервничал. А сейчас спокойно, честно говоря. Потому что он уже становится действительно бойцом. Вот я уже, честно говоря, уже 70% уже не беспокоюсь. А тогда можно сказать вообще, я не смог там стоять и смотреть все это. Но сейчас уже спокойно. Сейчас уже, то есть получается это принять как работа? Да. Это он сейчас стал чистый бойцом, понимаете? Вот сейчас он профессиональный бойцом. А я радуюсь, что он уже чистый стал профессиональным бойцом. Я радуюсь. А в этом мою, естественно, будете на арене? Конечно, будет в арене. Я не только смотрю, я... Это самая мощная бойцом. Что для тебя, Григорь, когда отец где-то рядышком, даже если не в углу, но он где-то рядышком? Как мотивация, знаешь, как поддержка такая, знаешь, необъяснимая. Знаешь, вот когда, допустим, отец там, братья, вот именно братья мои кровные рядом. Такое, знаешь, у меня не за что такое. Не остается за что-то переживать, знаешь. Я на них смотрю, с ними общаюсь и все. И у меня все нормально. Плохие мысли не приходят в голову, не загоняюсь там, ничего. А бывает, знаете, ну, все-таки спорт такой, все готовимся, да? Бывает, что-то пошло не по плану, результат не такой, как вы хотели. По-отцовски ругаетесь? Нет, я не ругаюсь. Ну, есть некоторые моменты, я ему говорю, но он уже взрослый пацан, он все прекрасно все понимает. Также больше меня понимает. Я могу, не боюсь этого слова, больше меня понимает в этой жизни. Слава Богу, что у меня есть такой сильный. Я благодарю Богу. А бывает, что ленишься? Ну, типа на тренировку я сегодня загашусь. Да, бывало, знаешь, в такой моменте такой был, какой-то огонь, знаешь, потухло у меня. А сейчас... Отец помогает разбудить? Да, сейчас уже я полностью собрался, короче, мыслями и вот так, и все. Я надеюсь, в ближайшие годы этот огонь будет гореть, но не тохнуть. Дай Богу. Здесь, получается, у нас два дома. Вот этот, раньше его не было, был такой маленький домик. Сейчас мы вот построили и вот здесь жили, сейчас покажу. Вот здесь три комнаты, вот здесь жили в детстве с родителями. Вот это недавно мы построили. Это сделали такое, как шашлыки делаем. Беседку. Да, как беседку, но еще его не доделали. А вот этот сад, это тоже все твое? Нет, вот этот сад, это все бабушки. Наша, вот это все. Вот эта сторона, с правой стороны, это вот соседняя наша. А, вот эта ваша, да? А вот эта тоже наша. Вот Тайсон наш. Тайсон? Да, это очень мощный. Тайсон, Тайсон. О, какие мышцы. Хорошая. Любит тебя, да? Да, иногда пугает, не дает подходить. больше всего слушается отца с домом понятно семьей понятно с отцом с дочками кофе вкусные попили хочу посмотреть где ты рос вот эти улицы тоже знаешь такой настоящий сочи не вот это туристическое где мы ходим там знаешь кафе и туристы а вот настоящий сочи вот как рос григор мотивася мы сейчас поедем на район кассель называется это у нас вот здесь недалеко где я там учился вырос где первые махачи до приключения были все там сейчас покажу вам все поехали мое сердце прошло как я переехал в сочи жить это где-то четвертом четвертом классе да и с того дня я здесь постоянно время проводил вырос вот здесь друзей завел драки проводили что только здесь не делали насколько вообще если вот взять весь город это значит какой тревожный район или он относительно этот район самый такой опасный был у нас городе сочи где-то лет 10-15 назад здесь все было криминал очень все плохие вещи что просто проходили вообще в этом городе это только здесь на этом районе сейчас не хочу говорить что-то район самый плохой это район тот район который воспитал меня район который закалил до закалила сделал мужика воспитал увидел вот это все плохое все вот это вот сейчас мы дойдем я знаю что там школа твоя но начали здесь именно с этого места условно почему ты хотел показать да я хотел показать это у меня отец сапожник он очень очень добрый человек и очень хороший мастер вот он здесь вот работает это его поэтому как учился здесь для меня это место тоже мы здесь постоянно проводили время поэтому хотел вот показать что слушать а если в школе получается хулиганил а я думаю ты хулиганил это дарится отсюда школы в принципе 100 метров до вызывали очень часто я если уроки прогуливал они приходили сразу где ваш сын они сами приходят когда еще телефона у нас не было ему ходил вот так пока своему искал меня находил и всегда знаешь чего интересно что всегда у меня находил находил какой ты помнишь сочи вот времен начала одиннадцатых то есть это понимаешь прошли 90-е для страны и вот ну мы плюс-минус роместники до началось вот это становление какой была улица сочи улица сочи знаешь я всегда она как бы оценивалась как курортом всегда все было интересно все красиво ну то время знаешь на такого не было развито сейчас на сегодняшний день вот после олимпиады как олимпиада прошло как будто знаешь все обновили все новое стало и стало изменение начала начал город цветет начал все я не знаю ярко там все и не очень красиво стало понятно что любой город начала двухтысячных это не самое спокойное место ну и особенно сочи я думаю не исключение понятное дело что было там много там разборок выяснения отношений ну естественно ты будучи спортсменом здоровым пацаном я думаю вряд ли ты там вышел стороной здесь здесь знаешь какой район то время и сейчас тоже есть но в то время здесь была такая группировка команда разного национальности и я еще когда сюда переехал я был молодой очень и еще в детстве такой постоянно прибегал из школы прогуливал хотел всегда дальше быть пацанами здесь посмотреть этот жизнь изучить сам попробовать посмотреть как это выживание знаешь как выживание получилась хотелось спортивные костюмы кожан и вот выходили постоянно тот раки здесь бывали то я не знаю воровство бывало здесь воровали я не знаю людей пили что-то позабирали такой район был как я это лично помню то время такой был очень такой шум шумный район был здесь сейчас ты примерный семьянин известный боец в потрясающей лиге а был момент что ты вот был на грани чтобы уйти вот знаешь ну скажем так по кривой дорожке там уйти там не знаю криминал в то время или как-то может отец тебя вытаскивал оттуда же но понятно что все равно там пацаны по тебя бывало такое конечно было такое ну благодаря моему отцу он всегда знаешь приезжал он всегда следил за мной всегда находил меня всегда оберегал знаешь от чего-то я кому это мог знаешь покурить там где-то сигареты значит не говорили я как молодой хотелось мне себя показать я взрослеть я же не понимал это все и всегда меня отец приходил говорил не надо сынок иди спорт занимается спортом занимается и у меня всегда знаешь голове было такое что я вообще не с такой богатой семьи мы живем наш так можно сказать выживали выживаем вот так всегда цель была что знаешь то что мои родители дали что я это все должен вернуть вернуть каким планом я должен стать человеком я должен стать кем-то чтобы в этой жизни заработать наши деньги чтобы обеспечить своего отца свою семью чтобы их на ноги поднять потому что я вырос в той поколении где я видел как тяжело зарабатывали мои родители деньги поэтому для меня это очень ценное было и я никогда не хотел знаешь быть кем-то хулиганом там быть каким-то не кем знаешь поэтому самого с детства я вот спорте были какие-то жизненные периоды где я уходил ну опять же благодаря своего отца у меня всегда обратно у меня два-три раза в жизни было и для меня это я сейчас понимаю тогда я может расстраивался на отца не понимаю сейчас я понимаю что это заслуга моего отца я должен достойно то же самое взаимности сделать показать ему что что это все не просто так смотри многого добился в любительском спорте но как говоришь изначально себя в лиге сей не представлял типа что можешь сейчас ты уже топа и сей ты бился за пояс лиги вот у тебя сейчас уже новый поход за поясом скажем так вот 22 числа начнется почему изначально не мог себя представить ну думал что может быть уровнем не дотягиваешь и какие были эмоции вот когда пришло предложение подписать контракт уже долгосрочной с лигой эмоции были конечно очень хорошие потому что я до этого дрался явный гуси а только эта организация развивалась как бы но я представление не имел тогда бывало знаешь разговор был что хочешь можешь не драться там можешь допустим в эссе пойти и сразу твои сей подраться ну я так знаешь посидел подумал что лучше давай если надо надо заслужить на чем это самого низа ты сейчас высей опять же повторюсь стоп и говоришь вот сейчас мы ехали в машине пока сюда ты говоришь что из эссеи ты никуда не собираешься это твой дом ты себя но любишь лигу комфортно себя чувствуешь твоя цель пояс это главное меня это очень главное пояс выиграть конечно потому что это это была мечта и есть до сих пор так как я еще не выиграл этот пояс и никуда я не собираюсь знаешь это не просто знаешь что я там сказал на камеру чтобы все услышали не я для себя решил что я в эссея остаюсь мне здесь нравится у меня здесь отношение хорошее я вижу всем ребята как они ко мне относятся я также взаимности к ним всем отношусь мне эта лига нравится как бы вообще даже планах нету куда-то даже если ходе и все это говорил и всегда говорю даже если если предложение сделают я не я не пойду туда я буду драться здесь в этой лиге потому что я знаешь у меня есть семья у меня есть дочки растут я не хочу свое здоровье сильно как бы знаешь терять есть какое-то определенное время я хочу подраться сделать свое имя знаешь что-то хотя бы наследие оставить чтобы когда мои дети вырастут чтобы сказали вот твой отец был там чемпионом твой отец дома в своей организации в россии для своего народа здесь да хочу вот пояс выиграть заработать денег и чтобы дальнейшее не нуждались мои дети знаешь потому что я это детство прошел я это видел мои родители я их очень благодарен они мне дали такое воспитание что я сегодня благодаря им что с этим воспитанием я стал таким человеком григора несмотря на наши дружеские отношения я сейчас в роли медиа человека да я очень рад что узнал тебя с этой стороны прошли мы по скажем так родным местам ты рассказал про свое детство я желаю в своих потрясающих целях да это очень правильные взгляды мужские желаю тебе всех успехов и спасибо большое спасибо родное спасибо тебе большое